добрый день дорогие мои подписчики сейчас я поеду на встречу с одним человеком смотреть какую honda по моему я не знаю что за honda я не знаю зачем я еду не знаю зачем меня позвали но ладно мне сегодня все равно выходной можно и съездить я даже не знаю счастливой игре короче ребят я не знаю вот почему я ехала сюда в общем я вам рассказывала что еду каким-то ребятам насчет какой-то honda что вы думаете я это не снимала потому что я не привыкла снимать свой каждый шаг я приехала туда смотрю стоят ребятки камеры думаю блин блин что-то сейчас точно будет и стоит разукрашенная honda honda прелюда я прихожу меня спрашивают у меня спрашивают мое мнение по поводу этой машины я говорю что она мне не нравится что ну как бы я в японцев вообще ничего не понимаю honda это не мое мне по бэхом пожалуйста я сказала к свое мнение как ее можно привести в чувство ну как бы чтобы она как-то видонила и что вы думаете они подарили мне эту машину они взяли и подарили мне эту honda я не знаю что буду с ней делать я без понятия итак моя мечта завелась ну какая-то шумно нормальная музыка в японской машине так и должно быть это движок так это движок мои первые впечатления где включаете свет говорят здесь красивые хорошие сиденья я в этом не понимаю но наверное это круто панелька покажите панельку панелька вообще космос так как у меня были в принципе одни бмв для меня это реально космическая приборка какая-то покрасить это это а у меня есть бензина у меня даже топлива есть даже бензиновая правда так вот смотрите как все выглядит у бмв оранжевые огни а у honda все синие космос и все сзади будет ругать типа чё я не поехал я реально боюсь ехать но она рвёт слушай она прям с места но это передний привод с ходовой явные проблемы при торможении бьет руля и как-то не очень приятно думай баху порвем ну что мои первые впечатления пройдено проеханного километра двух есть не обращать внимание на то что она скрипит то она очень динамичная она порвалась вместо 39 так бы сказал бы любой ауди вот и любой и по нему и японцевод байка даже не пыталась со мной тягаться но когда ты не владелец бэхи ты обязательно должен сказать что ты порвал баху я провала который даже не хотела тягаться по управлению она мне нравится она динамичная она скрипит до ходовая убитая полностью в салоне тоже скрипит руль она динамичная она едет если бы у меня не было бы машины и мне на улице подарили бы такую машину я была бы в восторге я была бы в восторге и я после этого ездила бы наверное бы на японцев и даже бы не думал о других машинах но благо я сейчас знаю что есть бомбай а слава богу это не меня и рочь вот двигатель прошу ваше внимание посмотрите написано что шестнадцать хондовский движок все как обычно аккумулятор бочки и палка движок я вам показала он не закрылся вот машина прелюда я не подготовилась у меня нет никакой информации по этой машине но что я могу сказать вот мои впечатления я прокатилась на ней после того как я не ездила на на бэмбо мне понравилось сейчас наверное мои видео многие выключат потом бэмбо воды потому что ну как же мне понравилось ехать на японском она динамично едет она рвет с места но это логично это передний привод это вам не не задний в общем я не знаю я в восторге вылететь она сейчас вообще отстой но можно сказать в любом отстой найти можно изюминку в принципе оригинально но я поеду сейчас на мойку и попытаюсь смыть это все мои планы вообще на эту машину вообще когда мне ее подарили у меня был шок я просто подумала меня позвали чтобы я рассказала свое мнение об этой машине и я не знаю я дальше не думала даже и вот мне ее дали первая мысль в голове нафига не еще одна машина мне нужно думать что делать 46 с тридцатками и тому подобное и тем более это японская была бы эта крыса купе компакт седан окей но это прелюдия но в течении дня я придумала что я буду с ней делать на самом деле если эта краска смоется то что здесь аэрография то тогда наверное я трогать ее не буду если же она останется то я буду перекрашивать эту машину следовательно будут новые видосики извините бмв воды но что-то будет сейчас и по японке да я ее перекрашиваю я планирую достать фендера поставить фендера и возможно какие-нибудь проставочки и там диски туда-сюда звучит хорошо правда как получится на самом деле я без понятия да еще раз глянем на машину жалко суши нет собой была бы хорошая попсовая ходочка моя первая японская машина я потом буду рассказывать об этом это же потом можно будет и детям рассказывать по переду я пока ничего не заметила кроме того им понравилось смотри им понравилось по переду я ничего не заметила кроме того что с нее лезет лак кстати это еще один повод перекрасить ее видишь вот с нее полез лак делать из нее очередной ротлук я не хочу поэтому наверное что-то нужно будет сделать с цветом если мне позволит финансы дальше здесь я вижу уже кузов торчит ржавчина можно обратить внимание вот здесь у меня наверное скоро лабаша вылетит но к этому времени я думаю я уже избавлюсь от этой машины здесь у нас тоже посмотрим вот ржавчина кусочки японцев ооо конкретная ржавчина походу сюда надо будет накладывать шпаклю потому что есть дырка конкретная в потолок значит возможно скоро потолок будет протекать если уже не начал ладно что мы видим дырка не разбирай машину я разберу японца своими руками дырка 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 в багажнике кстати я прошу обратите внимание вот здесь тоже дырка вот она дырка 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 ну в общем и целом как говорится до рюканил зубы не смотрят вы видите сейчас ее такой вы будете смотреть надеюсь и следить за процессом что с ним будет происходить дальнейшем И потом вы увидите финальный результат Короче, я просто Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, дорогие друзья Как вам его зовут? Мотор Хантер? Да? Ну что, дорогие друзья Мотор Хантер и его команда Отлично Постепались надо мной Подбом отличный Но мне теперь придется ее перекрашивать Потому что она не забывается Мыть не получилось это И мне придется действительно ее перекрашивать Потому что в таком состоянии Могли подарить только мне Я не могу ее подарить Никому в таком состоянии Я очень счастлива Но в то же время Я очень эгощена Мне нету плохо Субтитры сделал DimaTorzok